Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях начальник отдела благоустройства и санитарного содержания жилищного фонда Люберецкого городского жилищного треста Роман Александрович Сидоров, с которым мы поговорим на темы важные. Само слово «благоустройство», «санитарное содержание» звучит немножечко так, как это, бюрократически, но куда денешься? Все это есть, и будем над этим сегодня работать, обсуждать. Здравствуйте, Роман Александрович! Здравствуйте! Давайте начнем с того, сейчас период такой летний, я так понимаю, что работа же не останавливается, все продолжается, все идет, как положено, по плану. Я больше скажу. В летний период времени как раз и начинается самая основная работа по благоустройству. Кипит! По-другому это никак не назовешь. Это за счет того, что, считается, люди куда-то исчезают, и можно больше сделать? Сезонный фактор играет роль. Значит, как раз по благоустройству основным фронтом работы для нас является это асфальтировка, это установка новых детских спортивных площадок, это освещение, и как раз летний период времени года нам и позволяет эти работы провести в соответствии с теми требованиями, которые перед нами ставит нормативно база техническая. Плюс световой день больше. Плюс световой день больше, и, соответственно, совокупность всех этих факторов нам дает, собственно говоря, карт-бланш для проведения этих работ именно вот в этот летний период. Так что кто-то отдыхает, а вы работаете. Все верно. Ну, давайте сначала пройдемся по самым, наверное, любимым, потому что люди считать научились и внимательно следят за и нашими эфирами, и за другими выступлениями в средствах массовой информации. Сколько вот сейчас ЛГЖТ обслуживает, я так понимаю, домов, дворовые территории? Что-то есть какая-то информация? Да, по обслуживаемому жилому фонду. Значит, наше предприятие уже не один десяток лет на рынке жилищно-коммунального хозяйства. Обслуживаем мы достаточно хорошо свой фонд жилой, и за такой большой период времени под нашим управлением находятся 884 многоквартирных домов. 290 дворовых территорий, соответственно. И если, будучи, опять же, все это дело подводить к благоустройству, то с 2015 года, хотя эта работа, в принципе, не останавливалась никогда, но начиная с 2015 года мы под эгидой региональной власти Московской области, соответственно, под финансирование региональное, начали проводить комплексное благоустройство в 10, значит, процентов дворовых территорий от всего жилого фонда городского округа Люберца. Опять же, наше, значит, это только Люберецкого городского жилищного, и, соответственно, есть и другие управляющие компании по округу, которые также занимаются этим благоустройством. В итоге, в совокупе, на сегодняшний момент, на 2020 год, около 70% дворовых территорий прошли так называемую процедуру комплексного благоустройства дворовых территорий за счет средств региона. А это какая-то, вот вы видите, комплексная, она, ну, как это, как по ГОСТу или запланированная, она какая-то одинаковая, или все-таки там есть подход в зависимости от того, какая территория. Здесь мы ставим одну лавочку, а здесь три лавочки. Правильно я понимаю? Все верно. Опять же, дворовая территория, дворовой территория рознь. Не все они одинаковые, не все они типичны, хотя мы прекрасно понимаем то, что с советских времен, в принципе, застройка, она типичная. И где-то это даже удобно. Где-то это даже удобно, да, это все можно унифицировать под одну систему работы, да, но все-таки территории разные, жители разные. Прежде всего, мы исходим из того, что нужно работать с жителями, которые проживают на данных дворовых территориях, потому что мы-то сегодня построим, а завтра эксплуатировать будут они. Соответственно, проводится собрание собственников, и порой даже это неоднократно проводится все, и в осенний период, и в зимний, когда непосредственно идет подготовка к будущей летней процедуре, проведения работ. И что, собственно говоря, обсуждается на этих собраниях? Обсуждается конфигурация двора. Как будут и где будут находиться новые парковочные пространства, и можно ли их вообще делать? Некоторые, к счастью или к сожалению, это спорный момент, но собственник на данный момент многоквартирных домов и дворов, он всегда прав. Опять же, в части нормативов, если в правовом поле действовать. То есть, соответственно, мы уже понимаем, что можно провести, чего нельзя сделать. Собственно говоря, это все идет уже от жителя. Мы уже как приводной механизм и дали все к выполнению. Детские площадки однозначно меняются. Если на старом фонде были эти детские площадки, они уже пришли в негодность, и эксплуатировать их дальше просто нельзя. А вот само слово благоустройство, и я так понимаю, что это же невозможно сразу все благоустроить. То есть, этот процесс продолжается, и какой-то обратный вы получаете отзыв от жителей по поводу благоустройства, что вот все благоустроили, все нормально. Потому что я к чему веду? Бывает, что-то сделали, но не очень качественно. Какая-то обратная связь существует. Обратная связь есть. Мы стараемся общаться с активом многоквартирных домов, который, соответственно, и выносит нам негласную оценку проведенных работ. Да, не без изъяна. Иногда есть дефекты, которые уходят, скажем так, из-под нашего вида. И либо в рамках все-таки еще не завершенных работ мы стараемся это дело исправить, либо уже постфактум, когда, соответственно, работы проведены. Так или иначе, без внимания такие вещи не остаются. То есть есть глобальное благоустройство, которое периодически что-то там доделывается, или что-то, короче говоря, работа не стоит на месте. Но тогда такой вопрос. Какие планы в дальнейшем по этому комплексному благоустройству? Как я до этого повторился и повторюсь вновь, 10% дворовых территорий мы должны ежегодно проводить по данной процедуре. На 2022 год было запланировано по Люберецкому жилищному тресту 32 дворовых адреса, дворовых территорий. К сожалению, в силу финансовых обстоятельств и внешнеполитической ситуации в стране, на данный момент, значит, в этом году будут реализованы только 12 дворовых территорий. Именно по комплексному благоустройству. Остальные дворы, которые не вошли в этот год, будут обязательно также исполнены в комплексе, но только уже в будущем, в 2023 году. А где-то люди могут посмотреть, да, что попал их двор, не попал их двор? Значит, как только пройдет утверждение окончательное, администрация муниципальная, значит, муниципалитета городского округа Люберцы вывесит это все, естественно, на официальном сайте на своем. Я так предполагаю, что, естественно, в СМИ это все будет направлено, и, соответственно, жители могут спокойно, да, будут знать собой. Важный вопрос. От денег же никуда не денешься, поэтому очень часто благоустройство некоторым кажется, что вот все пришли, за тебя сделали, площадку построили, лавочки покрасили, все замечательно. Кто-то там участвует в заседаниях, кто-то не участвует. А некоторые думают, что вот теперь какая-то платежка придет, где будет на какие-то особые деньги. Вот в плане финансирования, как благоустройство сказывается на жителях? Должна ли что-то доплачивать? Однозначно нет. Напрямую жители ничего платить через так называемые жировки, квитанции, квартплате, жители платить ничего не будут. А из каких тогда это средств? Это, почему я сказал напрямую платить? Значит, собственно говоря, 90% финансирования по детским и спортивным площадкам, но и вкупе по асфальту и по всем остальным видам работы. Проводится за счет региональных денежных средств. Соответственно, это налоговые поступления, которые также идут от предприятий, от бизнеса, от жителей, которые проживают в Московской области. То есть, опять же, повторюсь, прямой оплаты через жировку, через квитанцию не будет. Понял. Ну, возвращаемся к таким важным, наверное, элементам, что ли, дворовой территории, которым, как мне кажется, вряд ли кому-то покажется неуместно. Это детская площадка или спортивная площадка, или их какое-то сочетание, переход одна в другую. И вот тут возникают иногда, наверное, споры какие-то по поводу того, а как это будет выглядеть, в какой цвет будет покрашено, и с чего это будет сделано. В этом принимают участие жители той или иной дворовой территории, или это принимает решение ваши коллеги, которые устанавливают все это? Достаточно сложно опираться на мнение людей. Всех. Да, всех, прежде всего, потому что, что одному хорошо, то другому плохо. Кому-то в красный, кому-то в зеленый. Естественно. И на дворовых территориях иногда не один дом, а их три, а в доме по сто квартир иногда бывает. И очень сложно подобрать именно ту детскую и спортивную площадку, которая будет устраивать абсолютно всех. Такого, я думаю, мы прекрасно понимаем, в жизни такого не бывает. Соответственно, мы более придерживаемся того, что большинство должны решить. Какая конфигурация будет детской площадки, какой возрастной ценз будет стоять на этой детской площадке, и так далее, и тому подобное. То есть это какое-то обсуждение, да, или какое-то голосование? Как это можно провести? Это проводится в виде обсуждения. Приблизительно от одного до двух раз встречи проводятся. Это обычно осенний или зимний период времени перед будущим годом проведения комплексного благоустройства, где, соответственно, поднимается этот вопрос на повестку. Он обсуждается. Опять же, повторюсь, возможно, даже неоднократно мы приходим к этому обсуждению, и в итоге мы находим какой-то консенсус с жителями, и, соответственно, утвержденное ими детская площадка будет вставать в следующем году. Понятно. Еще такой вопрос. Тема заборов, как вот слово «дворовая территория», и заборы никуда не денешься, они то есть, то их нет. Некоторые любят устанавливать заборы так, чтобы от мира, что называется, отделиться, плюс там транспорт, шлагбаумы, вся эта история. Но, тем не менее, вот некоторые жители, ну, не только в городском околюберце, видят, что многое меняется после того, как заканчиваются проекты благоустройства, что-то исчезает, что-то добавляется, заборы куда-то уходят. Вот как эти вопросы все решаются? Если где-то был забор, отделявший что-то от чего-то, вдруг он исчез? Или это по правилам так положено? На самом деле, как такового регламента, регулирующего нахождение газонного ограждения, его в природе нет. Значит, мы на правах хозяйствующего субъекта определяем целесообразность нахождения этого газонного ограждения. Понятное дело, где есть высокие бортовые камни дорожные, там процедура демонтажа, она проводится, в принципе, в одночасье. Там, где нет таковых бортовых камней, там мы газонное ограждение оставляем, и оставляем это с той целью, чтобы предотвратить возможный наезд автотранспортных средств на зеленую зону. К сожалению, и это есть, случается, и достаточно с большой чистотой на жилищном фонде. Ну, то есть, грубо говоря, мы прикрываем дом от возможности, когда дети могут выбежать, да, неожиданно от забор все-таки позволят. Это если старый фонд, еще не прошедший процедуру комплексного благоустройства. Там, где, понятное дело, проводится эта процедура, мы все равно предусматриваем возможность сокращения скорости движения на дворовой территории путем установки искусственной дорожной неровности, знаков, возможны изменения незначительной конфигурации самого движения на дворовой территории. И только после этого уже проводится демонтаж. Практически в 100% случаев каждой реализованной дворовой территории. Это однозначно демонтаж. Опять же, повторюсь, там, где у нас нет никаких бортовых камней, не было комплексного благоустройства, заборы остаются на какой-то период времени, чтобы избежать возможности наезда. Так или иначе, даже если газонные ограждения где-то убраны и есть нерадивые, скажем так, несознательные автомобилисты, то у нас есть некий рычаг, механизм. Это и портал электронный Добродил, который позволяет при фотофиксации данного нарушения выносить штраф по административному правонарушению. Хорошо. А могут жители какому-нибудь взять какую-то маленькую перегородку и сами поставить? Или они все равно должны обсуждать это? Ну, какой-нибудь там есть дядя Вася, который быстренько что-то смастерил? На сегодняшний момент 191-м законом о благоустройстве Московской области все эти вопросы, они отрегулированы от начала и до конца. То есть, если житель хочет понять, что он может, а чего ему категорически запрещено устанавливать, он может почерпнуть именно из этого закона о благоустройстве Московской области. Ну, или приобщение, когда вы проводите всевозможные встречи. Сейчас сделаем небольшую паузу, после чего продолжим. Напомню, что у нас сегодня в гостях начальник отдела благоустройства и санитарного содержания жилищного фонда Люберецкого городского жилищного треста Роман Сидоров. Через некоторое время продолжим. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях начальник отдела благоустройства и санитарного содержания жилищного фонда Люберецкого городского жилищного треста Роман Сидоров. Поговорили мы о благоустройстве территории в первой части, о том, где можно будет найти, как найти, кого будут благоустраивать, кого пока не будут благоустраивать, то обязательно будут благоустраивать потом, что надо доплачивать, а что не надо доплачивать. В общем, обо всем этом вы в первой части можете посмотреть. А вот во второй давайте начнем с того, что называется непредвиденными погодными условиями. Речь идет, например, о деревьях, тем более, что есть дворы, где деревья с историей. И как-то в каком-то парке в другом городе я видел, что в аварийных деревьях ходил специальный человек, помечал, что вот это дерево как на спил, на уничтожение его и так далее. Ну и мы знаем, что в Москве, в Московской области проходят частенько ураганы. Вот недавно был такой. В общем, все может закончиться не очень хорошо. И чтобы это дерево или древо не упало, как это событие можно предотвратить? Да, хорошо, что вы этот вопрос задали. К сожалению, из года в год интенсивность ураганов с усилением ветров в целом, она возрастает. И мы сталкиваемся с тем, что, опять же, каждый рабочий день мы, естественно, проводим работы по санитарной опиловке и вырубке. Но так или иначе, при непредвиденных погодных обстоятельствах, условиях, деревья падают. И зачастую падают даже те деревья, которые абсолютно с первого взгляда здоровые и нормальные. Как, собственно говоря, определить то, что дерево аварийное, его незамедлительно нужно ликвидировать? Это самое простейшее правило – наклоненное дерево. Если угол наклона составляет более 45 градусов, то это однозначно говорит о том, что уже баланс дерева потеряло. И наверняка при урагане, при усилении ветра 15-20 метров в секунду будет достаточно для того, чтобы это дерево упало в сторону наклона. То есть особо опасно, если оно наклонено куда-то в сторону, где люди ходят? Особенно, да. Это тротуары, это детские спортивные площадки, это парковочные карманы. Там, где, собственно говоря, может либо пострадать имущество, либо... Скопление людей может быть просто-напросто. Да, абсолютно. Поэтому, значит, есть у нас и единая диспетчерская служба, которая принимает заявки от жителей. А, то есть можно позвонить, да, сказать, что у нас такое дерево есть? Однозначно. Все эти заявки фиксируются, они записываются и, соответственно, передаются как в отдел благоустройства, так и непосредственно в жилищно-эксплуатационное управление, которое на местах незамедлительно проводит ряд необходимых мероприятий и действий по либо локализации, либо, соответственно, по устранению аварийных деревьев. Ну, я так понимаю, что принимают решение об, как сказать, спиле дерева, потому что это же тоже там определенными законами предусмотрено, какие деревья можно пилить, какие нельзя. То есть принимают какое-то решение, ну, специалист, да, приезжает, смотрит на него. Правильно я понимаю? Все верно. В течение летнего периода года, значит, проходят наши специалисты, специалисты как от эксплуатационных управлений, так и от отдела благоустройства, которые определяют аварийность деревьев, значит, первостепенность, либо, значит, второстепенность по проведению работ, по вырубке или опиловке. И, соответственно, в зимний период времени готовится необходимая документация разрешительного характера, если говорить более конкретно, то это порубочные билеты составляются на следующий сезон проведения работ. И начиная приблизительно, ну, опять же, это все зависит от погодных условий, начиная где-то с апреля, обычно апреля месяца, и вплоть до первых снегов, это ноябрь, декабрь, проводятся ежедневные работы по вырубке и опиловке. Идем дальше. Тема мусора, это тема тоже, которая не покидает средства массовой информации, и речь сейчас пойдет о домах, о мусорах, о вот этих проводных системах, когда раньше все выбрасывалось, то есть ты вышел из квартиры, выбросил, и далеко особо не ходишь. Но сегодня закрывают эту систему, что от этого выигрывают жители? На сегодняшний момент реалии жизни таковы, что от стволов мусоропровода, которые мы раньше, как вы правильно подметили, пользовались с легкостью и с удобством, и считали, что так оно и должно быть, жизнь подводит к тому, что пора уже отказываться от них. С 2019 года нормами градостроительства определено, что в новых строящихся многоквартирных домах уже никаких трубопроводов мусорных не будет. Связано это с тем, что очень сложно поддерживать нормативное санитарное состояние, то есть это мы получаем так или иначе около границ антисанитарии, плюс дополнительно, если не совсем технически правильно работает ствол мусоропровода, то это запахи в подъезде, это, возможно, даже появление грызунов. Соответственно, на сегодняшний момент, повторюсь же, опять же, в новых многоквартирных домах уже нет стволов мусоропровода, плюс дополнительно, если брать опыт так называемых развитых стран, в частности, Японию, там отказались от этой системы уже, наверное, с конца 80-х годов. Прошла мусорная реформа, и там прекрасно себя японцы чувствуют, и, скажем так, загрязнение дворовых территорий от мест накопления твердых коммунальных отходов, оно сведено к минимуму, как, соответственно, и популяция грызунов. Подмосковье, ну и Россия в целом пошла по этому пути. Я думаю, мы скоро тоже завершим эту реформацию, и в конечном итоге мы все это дело упорядочим, и будет оно в нормативе. А что касаемо выгоды для жителей, бесспорно, опять же, это отсутствие запахов, это отсутствие или минимизация нахождения грызунов в подвальных помещениях, в мусорокамере, уж тем более я не хочу даже говорить про подъезды. Соответственно, это если жители путем собрания собственников принимают большинством решения о том, что мусорствол необходимо закрыть, то проводится его обработка и консервация. После чего принимается решение о снятии данной услуги по обслуживанию, и, соответственно, приблизительно, если брать однокомнатную квартиру, то эта выгода будет в районе 100 рублей, если двухкомнатную ежемесячно. Если двухкомнатную, то это в районе 120-130 средний диапазон дельта. И, соответственно, если трехкомнатную среднюю брать, то это в районе 150 рублей экономия ежемесячно для собственников квартиры. Тема, которая, мне кажется, поднимается во всех эфирах, связанных с дворовыми территориями, вообще с жилищно-коммунальным хозяйством, и по-прежнему она присутствует в нашей жизни. Речь идет о транспорте, который брошен во дворах, причем иногда выглядит нормально, иногда превращается в ржавое месиво, которое от каждой зимы привносит в него какие-то изменения. Кто вообще может избавить жителей от этого металлолома? И возможно ли это? Или только надо каким-то образом найти, кто является хозяином этого имущества, неработающего? Достаточно проблемный вопрос, который мы решили где-то порядка двух лет тому назад. На сегодняшний момент так называемые техники-смотрители, которые находятся в штате эксплуатационных управлений, ежедневно проходят дворовые территории свои, смотрят по санитарному состоянию, по техническому, и в том числе акцентируют внимание на брошенных автотранспортных средствах. Соответственно, мы в течение определенного периода времени, это может быть неделя-две, раз в квартал, собираем данную информацию, и вывешиваются объявления уведомительного характера на непосредственно сам автомобиль, если не удается найти собственника, место его прописки и проживания, то, соответственно, вывешивается объявление на автомобиль за 30 дней до начала процедуры эвакуации. Если собственник или заинтересованное лицо не выходит на связь, соответственно, через 30 дней после уведомления госавтоинспекции данный автомобиль уезжает, эвакуируется на площадку, и в течение полугода абсолютно бесплатно для собственника этого автотранспортного средства хранится там. Если собственник, значит, не выходит на какую бы то ни было связь и не эвакуирует свой автомобиль с места хранения, то через полгода он отправляется на утилизацию. Понятно, все понятно и довольно логично, на мой взгляд. Так, ну, это тоже своеобразный мусор, да, если можно сказать, если совсем уже не может ездить этот автомобиль, средство передвижения. График вывоза ТКО, и вот многие жители тоже интересуются, что делать в том случае, если, ну, всевозможные торговые площадки, палатки, вот они выбрасывают мусор и каким-то образом попадают на территорию, значит, жителей, потому что как бы выбросило и исчезло, да. Вот куда звонить, что делать в таком случае? Кто вообще у нас за таким мусором следит? С 2019 года прошла реформа. Точнее, она не прошла, она только началась, и это все в процессе. И на сегодняшний момент вывозом твердых коммунальных отходов занимается региональный оператор, ну, по крайней мере, у нас в нашем округе Люберцы, это Эколайн Воскресенск. Соответственно, мы, как управляющая компания, в плотном контакте находимся с фирмой, осуществляющей вывоз и утилизацию, значит, отходов твердых коммунальных. И год приблизительно тому назад была проведена процедура о легализации всех абсолютно павильонов торгового направления, значит, это производственного характера и так далее, значит, вывели их, так скажем, в свет. Были заключены договора по утилизации отходов, и на сегодняшний момент, к сожалению, или к счастью, появляются новые такие павильоны, новые точки, которые, скажем так, либо не желают, либо, просто говоря, не знают о том, что нужно утилизировать отходы путем заключения соглашения с региональным оператором. Поэтому, если вдруг житель видит, значит, что, как он считает, не совсем законно проводится утилизация тех или иных отходов, то есть прямые телефоны единой диспетчерской службы, оставляет житель заявку, и мы ее принимаем в оборот, в работу, и, соответственно, с региональным оператором, с представителями ГУСТа проводим проверку, и после чего принимаем уже решение по заключению соглашения, либо о применении каких бы то ни было штрафных санкций по отношению к нерадивому собственнику того или иного бизнеса. Ну что, время нашей программы подошло к завершению, впереди лето, думаем, что ближе к осени не можем вернуться к разговорам, уже будем готовиться к зиме. Спасибо за те ответы, которые сегодня прозвучали. В студии был начальник отдела благоустройства и санитарного содержания жилищного фонда Люберецкого городского жилищного треста Роман Сидоров. Спасибо большое. И удачи всем и вашим коллегам. Ну, а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова